В эфире телеканал ACBC программа «Экономика дня» в студии Хаяла Мамедова и сегодня мы говорим о следующей теме. В Баку состоялось торжественное открытие зарубежного представительства Российского экспортного центра. Представительства РЕЦ за рубежом запускаются в приоритетных странах. Азербайджан определен как одна из ключевых стран СНГ для продвижения российских товаров и услуг. Зарубежное представительство Российского экспортного центра в Азербайджане будет предоставлять российским экспортерам всестороннюю поддержку по выводу товаров и услуг на рынок страны. От организации бизнес-миссии до проработки финансовых мер поддержки. По результатам 10 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил 2 миллиарда долларов, что на 51% больше данных за аналогичный период прошлого года. Больше половины из этой суммы пришлось на российский экспорт, в том числе более полутора миллиардов долларов на несерьевой, не энергетический. Сегодня о теме дня мы говорим в студии телеканала CBC с управляющим директором по международному развитию Российского экспортного центра Анной Беляевой. Здравствуйте. И экономическим обзревателем портала «Спутник Азербайджан» Фуадом Ализаде. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. И вначале вместе с вами посмотрим материал, подготовленный с открытия сегодня в Баку зарубежного представительства Российского экспортного центра. На съемки побывал мой коллега Илькин Шафиев. Сегодня в Баку состоялось торжественное открытие зарубежного представительства Российского экспортного центра. В мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Шагин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин. Представительства РЭЦ за рубежом запускаются в приоритетных странах. Азербайджан определен как одна из ключевых стран СНГ для продвижения российских товаров и услуг. Это то, от чего выигрывать будет и Азербайджан, и то, от чего будет выигрывать и Россия. И вот только в рамках такой совместной работы, сегодня эту тему очень активно и подробно обсуждали и с президентом Азербайджана Ильхам Гидаровичем Малиевым. Вот только через такое движение экономики наши будут развиваться, они будут диверсифицироваться, становиться сильнее. Министр экономики Азербайджана Шагин Мустафаев отметил, что открытие в Баку зарубежного представительства Российского экспортного центра – это один из дополнительных инструментов для наращивания торгового оборота между странами. В числе таких инструментов министр назвал и открытие в России первого торгового представительства Азербайджана. Товарооборот неуклонно растет, инвестиции растут и сегодняшние наши мероприятия, встречи и намечаемые заседания по бизнес-комитету тоже даст нам возможность определить те направления, которые нам дадут основания для дальнейшего роста нашего товарооборота и взаимных инвестиций. Зарубежное представительство РЭДС в Азербайджане будет предоставлять российским экспортерам всестороннюю поддержку по выводу товаров и услуг на рынок страны от организации бизнес-миссий до проработки финансовых мер поддержки. Буквально за последнее время мы уже нарастили свой портфель на поддержке российских компаний. Здесь в Азербайджане почти полумиллиарда долларов. Это и железнодорожное машиностроение, и средства транспорта, и поддержка инвестиций и так далее. Но при этом прекрасно понимаем, что конструктива намного больше, она далеко не исчерпана, потенциал далеко не исчерпан. И поэтому сегодня открытие нашего представительства, мне кажется, это важный знак того, что мы здесь надолго, серьезно и готовы поддерживать не только крупный бизнес, который давно и успешно работает, но и компании поменьше, компании-сегменты МСП, которые, собственно, и будут пользоваться инфраструктурой нашего представительства. В рамках открытия в Баку Российского экспортного центра состоялось расширенное заседание Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов при участии министров экономики двух стран. Как мы с вами увидели, открытие зарубежного представительства Российского экспортного центра в Баку послужит дополнительным мощным инструментом для наращивания торгового оборота между нашими странами. Он является одним из важных этапов Российско-Азербайджанского экономического партнерства. Что представляет собой Российский экспортный центр? И этот вопрос, конечно же, к вам, Анна Владимировна. Спасибо большое. Действительно, для нас это очень важный шаг, прийти в Азербайджан, открыть наш офис в Баку. Пару слов, что такое представляет из себя Российский экспортный центр. Российский экспортный центр – так называемое единое окно поддержки российского экспорта, государственная поддержка по каналам, по инструментам финансовой и нефинансовой поддержки, именно несырьевого экспорта. Поскольку номенклатура достаточно большая и много приоритетных отраслей, был создан наш центр для того, чтобы мы оказывали поддержку как крупным компаниям, так и среднему и малому бизнесу. Господин Ализаде, как вы оцениваете данный шаг? Данный шаг я оцениваю, конечно, положительно, потому что взаимное сотрудничество между Азербайджаном и Россией является важным шагом развития не нефтяного сектора Азербайджана, я так думаю, и России в том числе. И Россия является на сегодня главным, так скажем, импортером для Азербайджана, поэтому показательно она уверенно занимает первое место. И российские товары достаточно признаны в Азербайджане и имеют, так скажем, своего покупателя. И дальнейшее развитие двухсторонних отношений, я думаю, будет способствовать открытию российского экспортного центра. А вот как будет осуществляться его работа? Вот сегодня состоится его открытие, как скоро он уже начнет функционировать? Ну, я скажу, что мы, и даже пока у нас не было офиса здесь, из Москвы уже оказывали поддержку. В целом группой РЭЦ оказана поддержка уже на сумму 500 миллионов долларов. Это как конкретные сделки, финансирование, так и оказание нефинансовой поддержки, поиск партнера и другого рода услуги. А что же будет делать офис? Офис просто продолжит и усилит эту работу, потому что здесь будут люди на местах, можно будет прийти в наш офис и на месте обсудить уже конкретные сделки или еще потенциальные сделки. А также в нашем офисе можно будет разместить и российские компании, которые приезжают сюда для проведения переговоров. Поэтому мы уверены, что с помощью присутствия мы просто сможем продолжить и значительно усилить эту работу. Все-таки открытие российского экспортного центра связано с тем, что азербайджанский рынок приоритетен для продвижения российских товаров и услуг. Расскажите об этом. В чем заключается приоритетность? Да, совершенно так. Азербайджанский рынок был выбран как один из приоритетных. Вообще на настоящий момент у российского экспортного центра 5 офисов за рубежом. Это в каких странах? В странах СНГ это Белоруссия, это Казахстан, это Таджикистан. Также мы открываем Узбекистан и, соответственно, Азербайджан в СНГ. И в дальнем зарубежье у нас тоже есть несколько точек присутствия, такие как Вьетнам, Иран и Аргентина. Таким образом, вы видите, что пока это еще далеко не весь список стран. И, очевидно, Азербайджан попал в одну из первых стран, где мы будем фокусировать свои усилия. Что касается отраслей, которые мы хотели бы здесь поддержать, которые мы видим интересы от российских компаний и азербайджанских компаний, это прежде всего машиностроение, химическая промышленность, пищевая промышленность, металлообработка. Господин Ализаде, какие сферы все-таки перспективны и приоритеты азербайджанского рынка для продвижения? Я скажу, что в целом наши обе страны очень похожи, схожи, экономики схожи и предпринимаемые шаги схожи. Приведу более конкретный пример. У нас, в соответствии с указом президента Льхома Алиева, было решено в октябре 2016 года продвигать товары под Made in Азербайджан. Та же самая программа была запущена в июне 2017 года Made in Россия. То есть мы активно сотрудничаем, стараемся развивать не нефтяной сектор. В Азербайджан также предпринимаются аналогичные шаги. Открываются торговые представительства, торговые дома, в том числе и в России. У нас идет активное взаимовыгодное сотрудничество. И Россия, являясь, так скажем, не только ближайшим соседом, надо не забывать, что у нас очень долгая была совместная история. Мы имеем огромные тесные экономические связи. Сейчас нужно их восстановить на благо двух стран. Как бы вы сегодня оценили бы все-таки текущее состояние двусторонней торговли между нашими странами? Торговый оборот, как вы думаете, отвечает потенциалу, который имеется? С нашей точки зрения мы можем делать значительно больше. То есть для России Азербайджан находится сейчас на 39 месте по товарообороту. То есть это далеко пока еще не передовые позиции. Но, собственно, как раз идея открытия здесь нашего представительства говорит о том, что мы видим потенциал. Например, сегодня в рамках открытия нашего представительства мы также проводим совместные деловые советы российско-азербайджанские и азербайджанно-российские. Я хочу сказать, что из России приехало порядка 50 компаний для участия в этом совете. И такое же количество азербайджанских компаний принимает участие. Это говорит о том, что интерес есть. Это не для галочки. Если люди приехали, мы будем проводить переговоры в рамках этого совета. И мы очень надеемся, что это все приведет к конкретным сделкам и контрактам. А как вы думаете, господин Ализаде? Ну, я скажу, что товарооборот между Азербайджаном и Россией на сегодня не отвечает тому потенциалу. Да, достаточно отмечен, что в лучшем случае, если мы видим по нынешним темпам, мы выйдем на 2,5 миллиарда во внешней торговом обороте. В то время как более... Как? В этом году, да? Да, в этом году выйдем на показатель 2,5 миллиардов. Но это достаточно низкий показатель для двух стран. У нас было, насколько я помню, и 4 миллиарда. И в целом, если, так скажем, использовать весь потенциал, всю, так скажем, связь интеграционную, это связи на уровне регионов Северного Кавказа, на уровне регионов Чуменской области и других, то можно, я думаю, что можно выйти на 10 миллиардов. И это оценка не только моя, но и некоторых экспортов российских, что можно выйти увеличить в разы нынешний товарооборот между Азербайджаном и Россией. Относительно отрасли, я могу добавить, например, ту же туристическую отрасль. В Азербайджане, как вы знаете, сейчас 20% рост в турческой сфере. И весьма приятно, что каждый третий турист гражданин России, так скажем. И я думаю, что в дальнейшем можно развивать эту отрасль туризм и транспортный сектор с учетом открытия новых возможностей, открытия соединения водом Баку-Тбилиси-Карск. И сейчас на ямварь перенесли первое открытие Астара-Астара, то есть мы соединяемся пока на первом этапе, скажем так, завершается соединение железных дорог России и Азербайджан. То есть Азербайджан с Ираном. И этот проект идет по коридору Север-Юг, который достаточно инценирован был Россией. И это достаточно интересные моменты совместного сотрудничества. Анна Владимировна, как вы считаете, выход на товарооборот 10 миллиардов не за горами? Я думаю, что нам, конечно, предстоит массу усилий для этого приложить, но скажу, что это разумные цифры, которых мы должны добиваться. И главное, что мы видим, что такая возможность есть. То есть мы своей работой будем стараться как раз интенсифицировать осуществление этой цели. Также я скажу, что в рамках сегодняшнего дня, в рамках открытия представительства проведения деловых советов, мы также подписываем несколько уже конкретных текущих договоров среди российских и азербайджанских компаний, как коммерческих компаний, так и мы, как российский экспортный центр, подписываем рамочное соглашение с компанией Аспрома. Азербайджанским фондом. Азербайджанским, да, аналогом экспортного центра. Как раз для того, чтобы наладить и углубить вот это сотрудничество. Я надеюсь, что мы и с российской, и с азербайджанской стороны приложим все усилия для того, чтобы добиться таких амбициозных цифр. Да, и в завершение не могу все-таки не спросить о диверсификации экономики. Скачки цен на нефть вынадили нефтедобывающие страны, в том числе Азербайджан и Россию. Пойти на этот шаг и диверсифицировать свою экономику. Как вы думаете, вот сегодня можем ли мы говорить о том, что Азербайджан и Россия адаптировались к новым реалиям? Я скажу, наверное, такую сложную провокационную мысль, которая заключается в том, что низкие цены на нефть благоприятны для наших экономик, потому что они позволяют и заставляют, стимулируют нас думать об альтернативных отраслях и об их развитии. И на мой взгляд, и Россия, и Азербайджан правильно подошли к этой задаче и поставили правильные цели по диверсификации экономики. Могу сказать по российской экономике, что мы видим улучшение, мы видим рост несырьевого экспорта, как фокус. И в Азербайджане происходят аналогичные процессы, поэтому мы на правильном пути. Я надеюсь, что мы таким образом сможем диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтяных и газовых цен. Спасибо. И господин Ализадем? Знаете, я хотел бы сказать, что еще один момент потенциала и диверсификации. Например, сейчас идут, насколько я знаю, активные переговоры о возможности поставок «Газпром» в Азербайджан природных газов. То есть этот вопрос идет не для того, что обеспечения непосредственно потребителей, а о том, что это будет идти на перерабатывающие предприятия. То есть это будет уже продукция не нефтяного сектора, или, возможно, взамен поставок Азербайджан поставит продукцию этого, так скажем же, переработки в Россию. То есть это один из элементов, который может повысить не только товароборот, но еще один шаг диверсификации. Относительно возможностей, я бывал в Чуменской области, в Архангельской. И там в чем идет речь? Азербайджан имеет те условия, которые нет в России. Россия имеет те условия, которые нет в Азербайджан. Эти взаимовыгодные связи для диверсификации. Я отмечал открытие возможностей железной дороги с Ираном. То есть, например, создана совместно Азербайджанно-российская компания по железнодорожным перевозкам. Она будет заниматься, например, поставкой леса, лесоматериалов в направлении Иран. То есть, речь идет не только о сотрудничестве двух стран Азербайджана, но и о сотрудничестве Азербайджана и российских предпринимателей в третьих странах. То есть, это достаточно интересное еще одно направление. И это тоже будет способствовать как диверсификации, так и дальнейшему товаробороту между двумя странами. То есть, поле для сотрудничества между Азербайджаном и Россией огромное. И еще один момент. Во время встречи с российскими бизнесменами, они всегда отмечали, что будучи в Азербайджане, они себя чувствуют как у себя дома. Потому что тот же русский язык, очень трепетное отношение к русскому языку способствует тому, чтобы российский бизнес очень активно развивался в Азербайджане. И это будет на пользу обеим странам, так как от торгового сотрудничества, от новых дорог только выигрывают страны и, конечно же, их граждане. Поэтому, я думаю, что дальнейшее сотрудничество должно развиваться более интенсивными темпами. Ну вот, перспективы какие-то есть на будущее? Сейчас открытие российского экспортного центра. Ну, а в ближайшей перспективе? Ну, начинаем работать. Я просто предлагаю встретиться через полгода и через год и сверить результаты, что же будет достигнуто за этот период. Но уже сегодня, как я сказала, у нас большое количество переговоров, которые мы проводим здесь, с участием российских компаний, азербайджанских. Поэтому я уверена, что результаты будут. Спасибо большое еще раз за то, что пришли и сегодня были с нами. А я напомню, сегодня в Баку состоялось открытие зарубежного представительства российского экспортного центра. О целях и возможностях РЭЦ мы говорили с управляющим директором по международному развитию российского экспортного центра Анной Беляевой и экономическим обозревателем портала «Спутник Азербайджан» Фуадом Ализаде. Это все, о чем нам удалось сегодня рассказать. Время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова